Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, позвольте поприветствовать вас на Международном экономическом форуме в Петербурге. Рад видеть в этом зале и наших традиционных, старых друзей, и новых гостей, и лидеров крупнейших российских и зарубежных компаний, представителей ведущих международных деловых ассоциаций. Всех, кто связывает свои долгосрочные стратегические приоритеты с Россией, кто разделяет идеи партнерства в интересах глобального развития. Мы высоко ценим такой настрой на совместную работу и на диалог, вашу независимую, ответственную позицию, свободную от какой-либо текущей конъюнктуры. Последовательность и открытость всегда рождают встречные шаги и встречное доверие. Доверие – это, прежде всего, поиск компромиссов, взаимоприемлемых решений, совместная работа и совместные действия. Собственно, эта идея и есть главная тема нашего форума – укрепление доверия в эпоху преобразования. Мир действительно стремительно меняется. Мы видим колоссальные геополитические, технологические, структурные сдвиги. Однополярная модель мироустройства не состоялась. Сегодня это всем очевидно. Даже тем, кто всё ещё пытается действовать в привычной системе координат, сохранять монополию, диктовать свои правила игры в политике, в торговле, в финансах, навязывать культурные и поведенческие стандарты. Глобальные экономические потрясения 2008 года стали ярким проявлением глубокого кризиса модели развития, построенной на унификации и доминировании, во всем случае на попытках доминирования. Это должно было послужить серьёзным уроком, чтобы увидеть и понять мир во всём его многообразии, здраво оценить новую реальность, всю сложность складывающихся отношений. Однако вместо этого мы столкнулись с нежеланием часто слышать новых лидеров глобального развития, учитывать альтернативные точки зрения, по сути, а не на словах, менять принципы работы ключевых международных финансовых институтов в соответствии с меняющейся картиной мира. Так, застопорилась реформа МВФ, практически не двигается дохийский раунд, призванный установить современные правила мировой торговли, справедливые правила мировой торговли. У нас, уважаемые дамы и господа, экономический форум, но без некоторых политических замечаний не обойтись. Политика влияет на экономические процессы, и в этой связи отмечу, что неспособность к поиску компромиссов, нежелание учитывать законные интересы партнёров, прямолинейное давление только приумножают хаос и нестабильность, порождают новые риски для дальнейшего развития всего мирового сообщества. Разве кто-то выиграет от того, что нарушен ритмичный режим взаимодействия России с Евросоюзом, что затормозилась совместная работа по таким важнейшим для всех нас вопросам, как ядерная безопасность, борьба с терроризмом, с трансграничной преступностью, наркотрафиком, другими приоритетными темами? И что мир от этого станет более стабильным и более предсказуемым? Наверное, нет. Разве не очевидно и то, что экономические санкции как инструмент политического давления в современном взаимозависимом мире имеют эффект бумеранга и, в конечном счёте, отражаются на бизнесе и экономиках стран, которые их инициируют. Хорошо понимаю озабоченность иностранных бизнесменов, которые вложили в Россию сотни миллиардов долларов, завоевали здесь себе отличную репутацию, успешно работают в нашей стране. Представители инжиниринговых, машиностроительных компаний, для которых российские заказы были основным источником роста. Или, например, европейская туриндустрия, которая во многом ориентирована на нашего потребителя. Ну что теперь? Теперь успешный бизнес в угоду несостоятельной политике должен нести убытки и сдать конкурентам наработанные позиции и огромный рынок? Хотел бы сказать, логику и логику лобального политического и экономического развития изменить нельзя. Мир является многополярным, как я уже сказал. Народы хотят сами определять свою судьбу, сохранять свою культурную, историческую и цивилизационную идентичность. При этом меняется вся геоэкономическая карта планеты. Формируются альтернативные центры экономического роста, торговые и инвестиционные маршруты. Возникают и укрепляются новые интеграционные объединения. Усиливается запрос на коллективное лидерство, в рамках которого вырабатываются общие, не навязанные кем бы то ни было, а именно согласованные, солидарные решения. Очевидное стремление многих крупнейших экономик мира, региональных объединений, к расширению взаимодействия, к налаживанию новых кооперационных связей, в том числе в рамках БРИКС, группы 20, Шанхайской организации сотрудничества. Россия сегодня также вместе с нашими соседями реализует масштабный евразийский интеграционный проект. Центральным событием года для стран Таможенного союза и единого экономического пространства станет, безусловно, подписание договора о Евразийском экономическом союзе, которое состоится 29 мая в Астане. Договор должен вступить в силу с 1 января 2015 года. Будет создан единый рынок трёх стран с общим населением свыше 170 миллионов человек, со свободным движением капиталов, товаров, услуг, рабочей силы. Существенно расширятся возможности для бизнеса, для реализации совместных инвестиционных и кооперационных проектов, для проведения согласованной макроэкономической политики, для координации на внешних рынках. Уверен, уважаемые коллеги, дамы и господа, это, безусловно, поможет работать и нашим иностранным партнёрам на нашем общем рынке, кроме всего и потому, что вся эта интеграционная модель построена на принципах ВТО. Мы рассчитываем, что при согласии всех партнёров уже в ближайшее время будут завершены процедуры подключения к нашему интеграционному объединению Армении. Соответствующую интеграционную работу ведём и с нашими коллегами из Киргизии. Видим серьёзные перспективы для взаимодействия Евразийского экономического союза с Евросоюзом. Правда, до сих пор наши коллеги отказывались разговаривать с Таможенным союзом, упирая на то, что с каждой страной в отдельности Евросоюз готов работать, а вот с объединением пока нет. Странная логика, потому что мы-то готовы и работаем и с отдельными странами Евросоюза, и с Евросоюзом в целом, с Брюсселем. Не понимаю, почему здесь должна быть разница в подходах. Но я рад, что в этом зале сегодня много предпринимателей из европейских стран, настроенных на работу с Россией. Подчеркну, мы ценим такую прагматичную, зрелую позицию лидеров европейского бизнеса. Европа – наш традиционный, важнейший торговый и экономический партнёр. И мы искренне хотим, чтобы так было и впредь, чтобы появлялись новые возможности для делового сотрудничества, чтобы устранялись барьеры для торговли и инвестиций. Для этого призываем ЕС, европейские страны, последовательно двигаться в сторону заключения нового базового соглашения о партнёрстве и сотрудничестве России и ЕС. На наш взгляд, такой документ должен содержать мощный, предельно конкретный торгово-экономический раздел. И, конечно, нам нужно укрепить стабильность и обеспечить предсказуемость в такой стратегической сфере, как энергобезопасность. Россия всегда дорожила репутацией надёжного поставщика энергоресурсов в Европу. Сегодняшние риски возникают, риски с поставками газа на европейский континент, но они возникли не по нашей вине, а прямо надо сказать, что здесь все и так понимают, о чём идёт речь, по вине транзитной страны, Украины, которая злоупотребляет своим положением транзитёра нашего газа в Европу. Ситуация парадоксальная. Украина признаёт действующий контракт, который сама и подписала в 2009 году. Кстати, подписывали этот контракт как раз те люди, которые сегодня занимают такие же точно позиции в украинском правительстве. Но подписав, исполняла в течение ряда лет, а сегодня отказывается по нему платить, настаивая на льготах непредусмотренных контрактов. Говорят, на Украине трудное экономическое положение. Мы знаем, и не просто знаем, мы ведём себя очень по-партнёрски, мы пытаемся помочь. Предоставили в прошлом году, вы знаете, огромный кредит, 3 миллиарда долларов, предоставили скидку на первый квартал текущего года при условии, хочу это подчеркнуть, и то, и другое было сделано при условии погашения накопившейся задолженности и уплаты текущих платежей. Задолженность не только не погашена, но и увеличилась. Текущие платежи вообще перестали платить, даже со скидками, я хочу это подчеркнуть, даже со скидками не платят. Вопрос, где наши деньги, на что пошла наша многомиллиардная помощь. Поскольку условия не были исполнены, «Газпром» вернулся к системе полных платежей, предусмотренных контрактом. Ничего нового мы не придумали. Мы сделали всё, как и было обговорено на момент предоставления этой помощи и скидок. Да, проблема существует, но убеждён, все эти проблемы решаемы. Для этого необходим лишь конструктивный диалог. Именно такую позицию обозначил в своих обращениях в адрес европейских лидеров. К сожалению, чёткого, прямого ответа мы пока не получили. И всё же рассчитываем на адекватную, взвешенную реакцию со стороны наших коллег. Это соответствовало бы нашим общим интересам, интересам и России, и Украины, и европейских стран. Но здесь же вот в зале собрались предприниматели. Почти стопроцентную. Вы понимаете, мы в... Я сейчас не говорю о задолженности, уже 3,5 миллиарда. Но получилось, что мы в абсолютных величинах поставили на Украину бесплатно почти 10 миллиардов кубических метров газа. Это столько, сколько мы за год поставляем в Польшу. Но кто из вас будет поставлять бесплатно товар в таких объёмах и на такие сроки? Ну, просто это нелепо. Есть какие-то границы, понимаете, через которые, ну, невозможно уже перешагивать. Надеемся, повторяю, что удастся всё-таки договориться. Нам вот так вот по-семейному, я могу сказать, ну, хорошо, хотят скидок. Но мы говорим, заплатите за должность хотя бы на тот период, когда скидки действовали, и это отказываются платить. Ну, слушайте, ну, как работает-то. Тем не менее, мы намерены расширять горизонты нашего развития, открывать для себя новые перспективные рынки. Это касается и энергетики, и инвестиций, промышленной кооперации и несырьевого экспорта. И для такой евразийской державы, как Россия, вполне естественно повышение внимания к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Для нас это и колоссальный рынок, и, конечно, важнейший источник подъёма российского Дальнего Востока и Восточной Сибири. Буквально на днях завершились российско-китайские переговоры на высшем уровне. Был дан старт новому этапу отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В том числе на новый уровень выходят наши экономические отношения. В ходе визита было подписано более 50 соглашений, как по линии государств, так и государств, так и бизнеса. Если оценивать их общий финансовый вес, это десятки и десятки миллиардов долларов. Уже к 2020 году мы планируем удвоить взаимный товарооборот, доведя его до 200 миллиардов долларов. Сегодня Китай занимает первое место в страновом измерении, как наш торгово-экономический партнёр, объём товарооборота около 90 миллиардов долларов. При этом во взаиморасчётах намерены последовательно повышать долю рубля и юаня. Формируются совместные инвестиционные и банковские структуры. Такая сеть позволит обеспечить финансирование крупных проектов мирового уровня, в инфраструктуре, в добыче и переработке полезных ископаемых, в машина и авиастроении, в создании наукоёмких производств. Мы также планомерно идём к формированию стратегического российско-китайского энергетического альянса, который будет служить несущей опорой энергобезопасности всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы хорошо понимаем, что такое экономическое партнёрство станет мощным стимулом для развития двух стран, а с учётом масштабов экономик Китая, да и России, тоже серьёзным фактором глобального роста. Отмечу, что в рамках визита в Китай мы договорились о поставках природного газа из России в Китай. Объём контракта впечатляет – 400 миллиардов долларов. Стоимость газа рассчитывается по стандартной, хочу это подчеркнуть, формуле, привязанной к рыночной цене на нефть и нефтепродукты. Ресурсной базой этих поставок становят два новых месторождения КВК-ТЧНД на востоке России. Извлекаемые подтверждённые запасы каждого месторождения по полтора триллиона кубических метров газа, это три триллиона вместе. Поставки рассчитаны на 30 лет, но фактически там запасов больше, и они могут обеспечить поставки до 50 лет и, разумеется, повысить уровень газификации в самой Российской Федерации. Со стороны России в течение 4-6 лет будет инвестировано в этот проект около, сейчас мы не можем точно сказать, но примерно 55 миллиардов долларов. Будут построены заводы по производству гелия, газохимии, новая инфраструктура, не только газовая инфраструктура, но и дорожная, энергетическая инфраструктура. Создано тысячи современных высокотехнологичных рабочих мест. Хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, это будет самая крупная стройка в мире, без всякого преувеличения. Ну и, кроме всего прочего, на китайской стороне... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но и на китайской стороне тоже, ну, по приблизительным подсчётам, это где-то 20-22 миллиарда должны быть сделаны инвестиции для создания соответствующей инфраструктуры. Новые стимулы, что для нас очень важно, к дальнейшему развитию получат добывающая, металлургическая промышленность, производство труб, расширится внутреннее газоснабжение. Ну, понятно, цепочка. Для того, чтобы создать газовую инфраструктуру, трубы нужны, чтобы трубы произвести в нужном количестве, а их много нужно будет, металлургическую промышленность поддержим, металлурги поддержат, в свою очередь, горняков и так далее. Следующий этап – это совместное проработание с китайскими партнёрами западного коридора поставок уже из ресурсной базы Западной Сибири. Это даст нам возможность соединить восточную и западную газовую инфраструктуру. В страновом измерении, наряду с Германией, Китай становится крупнейшим потребителем российского природного газа, а после реализации проекта по западному маршруту уверенно займёт первое место. Ну и, конечно, я знаю, один из мотивов наших китайских друзей – это улучшение экологии в крупных городах, потому что, мы с вами прекрасно понимаем, использование газа существенным образом улучшает экологическую ситуацию. Уважаемые дамы и господа, Россия меняется, повышается уровень и качество жизни наших граждан, улучшается состояние социальной сферы, здравоохранение, образование. Вот сейчас только мы на встрече с лидерами мирового бизнеса, на отдельной встрече в течение нескольких минут говорили о некоторых проблемах отдельно, и коллеги указывали как раз на то, что в современном мире производственными факторами, факторами производственной эффективности как раз являются вот эти составляющие, включая образование и здравоохранение. Я напомню, что эксперты и бизнес-аналитики, которые оценивали долгосрочные перспективы нашей экономики, включая рынок труда, ещё совсем недавно говорили о том, что негативное демографическое развитие, негативные демографические тенденции в России будут только нарастать и будут создавать нам известные очень тяжёлые проблемы. Что нам удалось сделать? Сегодня, несмотря на все имеющиеся трудности, мы можем утверждать с цифрами в руках, показывать, что Россия сумела преодолеть эту проблему, сумела продвинуться в решении исторической задачи преодолеть эти проблемы, найти выход из демографической ловушки, как говорили нам специалисты и демографы. Впервые с 1991 года Россия в прошлом году вышла на естественный прирост населения. Он пока не очень значительный, но это тенденция и тенденция положительная. Впервые средняя продолжительность жизни в нашей стране составила почти 71 год. Да, это ещё не лучшие показатели в Европе, но всё-таки это тоже положительная тенденция. Последовательно снижается смертность, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. У нас наименьший, хочу это подчеркнуть, наименьший уровень материнской смертности за всю историю нашего государства, включая не только период новой России, но и весь советский период. Повторю, по многим параметрам, качества жизни, доходов граждан, мы уже выходим на новый качественный уровень. И таких изменений в демографии, в социальном развитии удалось добиться за исторически сжатый период времени, тогда как у многих других стран на это уходили целые десятилетия. При этом мы хорошо понимаем, что и нерешённых вопросов, нерешённых проблем достаточно, в том числе и в экономике. Ситуация здесь неоднозначна. Нам, конечно, есть что предъявить как результат. Приведу несколько примеров. В прошлом году в России было построено более 70 миллионов квадратных метров жилья. Самый высокий показатель за последние два с лишним десятилетия. Строительные отрасли, как известно, признанный локомотив любой экономики. И сегодня отечественная стройиндустрия также демонстрирует хорошие результаты. По итогам января-февраля 2014 года было сдано 8,7 миллионов квадратных метров жилья. Это на треть выше, чем годом раньше. Хорошая динамика у потребительского рынка. Плюс 3,2% с начала года. Целый ряд отраслей, включая несырьевые, проявляют высокую инвестиционную активность. Так, в 2013 году по сектору производства транспортных средств инвестиции выросли на 26,6%. По сектору производства машин и оборудования на 21,6%. Производство электрооборудования на 17,2%. Показательен и тот факт, что в 2013 году в Россию поступило почти 64 миллиарда долларов прямых инвестиций, а с учётом сделки Роснефть ТНК-БП почти 80 миллиардов долларов. Это лучший результат за последние пять лет. По зарубежным оценкам, Россия вышла на третье место в мире по объёму привлечения прямых иностранных инвестиций. Отмечу также роль Российского фонда прямых инвестиций в выстраивании стратегических альянсов с зарубежными инвесторами. Также отмечу рост объёмов и улучшение качества структуры российского экспорта. Например, в прошлом году экспортные поставки продукции отечественного машиностроения в страны ЕС увеличились более чем на 20%. В абсолютных цифрах это пока скромно, но всё-таки тенденция тоже положительная. Вместе с тем Россия столкнулась с общим замедлением темпов экономического роста. Причины носят как внешний, так, надо прямо сказать, и внутренний характер. Дают о себе знать и системные дисбалансы, накопившиеся в экономике, неэффективность, однобокость развития. Для России такое торможение, рост с темпами ниже мирового ВВП – это очень серьёзный вызов, и мы должны на него, безусловно, ответить. Такой курс, такая стратегия нами сформулирована. Часть мер уже реализуется, а о ряде дополнительных решений я сегодня тоже скажу. Смысл, логика наших действий заключается в том, чтобы обеспечить качественные изменения в национальной экономике. О чём идёт речь? Нам необходимо кардинально и в достаточно сжатые сроки изменить структуру экспорта экономики и как результат структуры экспорта. Мы ставим цель ежегодно увеличивать российский экспорт неэнергетических товаров не менее чем на 6%. Для этого будет расширена линейка инструментов поддержки наших несырьевых компаний на мировом рынке. Одновременно будем проводить активную политику импортозамещения в соответствии с нормами ВТО и нашими обязательствами перед партнёрами по формирующемуся Евросийскому экономическому союзу. Но заниматься поддержкой импортозамещения будем, разумеется, только там, где это перспективно, где мы можем и должны быть конкурентоспособными. Следующее направление – это стимулирование инвестиций, прежде всего, в интересах технологической модернизации и обновления промышленности. Особое внимание намерены уделить подготовке современных кадров, качественному развитию рынка труда. К 2020 году доля высококвалифицированных работников должна составить не менее третья от числа подготовленных специалистов, занятых на рынке труда. С участием российского бизнеса создан Национальный совет профессиональных квалификаций. За два года Совет должен принять более 800 новых профстандартов, отвечающих требованиям современной экономики. В том числе 400 стандартов должны быть приняты уже в текущем году. Это очень большая работа. Я хочу еще раз обратиться к нашим коллегам из бизнеса общества – не сбавлять темпы. Именно на основе этих стандартов, на их основе будут сформированы современные программы в системе профессионального образования и квалификационные требования к специалистам. Профессиональные стандарты будут обязательно для применения государственными организациями, а также компаниями, в которых контрольный пакет принадлежит государству. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, подготовленные правительством и до 1 июня 2014 года, будут внесены в Государственную Думу. В ближайшее время с участием членов правительства отдельно обсудим и такую важную тему, как повышение мобильности на рынке труда, создание возможностей для переезда людей к новому месту жительства, включая предоставление арендного жилья. Это принципиальный вопрос, и без его решения трудно рассчитывать на быстрое развертывание современных производств на новых индустриальных площадках и в перспективных регионах. Теперь подробнее о наших мерах по улучшению делового климата и стимулированию инвестиций. Мы уже добились существенного прогресса в вопросах регистрации собственности, предприятий, упрощены таможенные и налоговые процедуры. Правительство установило исчерпывающую перечень разрешительных документов на строительство. Количество согласований существенно уменьшилось. Хотя проблем здесь ещё достаточно, те, кто занимаются этой сферой деятельности, работают в сфере стройки, знают, что это такое, но всё-таки прогресс тоже имеет место. В общей сложности в рамках дорожных карт по реализации национальной предпринимательской инициативы предусматривалась разработка порядка 160 законопроектов, направленных на улучшение делового климата в России. Планировалось, что эти законопроекты будут приняты в период до 2018 года. Затем мы эти сроки скорректировали и была поставлена задача завершить всю эту работу до конца 2015 года. Но и этот гораздо более высокий темп считаю в нынешних условиях явно недостаточным. Инвестор не должен ждать. Максимально благоприятные условия для работы нужны ему сегодня, а не когда-нибудь в будущем. И, конечно, в условиях необходимости обеспечения более высоких темпов роста считаю необходимым уже до конца текущего года внести в государственную, думаю, весь пакет законопроектов. А парламентариев буду просить максимально оперативно рассмотреть все эти законопроекты. Улучшение делового климата прямо зависит от регионов и муниципалитетов. Именно сюда приходят инвесторы со своими конкретными проектами. Внедрение стандарта работы регионов по созданию условий для бизнеса уже позволило улучшить правоприменительную практику. А во многом изменить мотивацию региональных управленческих АМАД, нацелить их на диалог с бизнесом. Теперь мы делаем еще один шаг вперед. Запускаем национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. По сути, это механизм оценки реализации национальной предпринимательской инициативы и регионального стандарта в каждом субъекте Федерации, основанный на мнении предпринимателей, которые работают в конкретных регионах. Но национальный рейтинг – это не просто система оценок. Он должен стать реально работающим инструментом для проведения системных изменений, как на федеральном, так и на региональном уровне, послужить распространению лучших управленческих практик. Буквально несколько часов назад, вы уже знаете об этом, думаю, стали известны результаты первого пилотного рейтинга, в котором приняли участие 21 субъект Федерации. Я хочу поздравить победителей – это Калужская область, Ульяновская, Костромская область, Республика Татарстан, а также Красноярский край. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, опыт наших регионов-лидеров показывает, как за счёт грамотной работы с инвестором, поддержки индустриальных и высокотехнологичных проектов удавалось обеспечить не только высокие темпы роста, но и существенно обновить производственную базу, повысить эффективность и производительность труда. Кроме того, за прошедшие годы в России были серьёзно модернизированы такие отрасли, как автопром, пищевая промышленность, металлургическая промышленность. Большие средства вкладываются сегодня в переоснащение предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые выпускают не только военную технику, но и большой спектр гражданской продукции. При этом мы понимаем, чтобы демонстрировать устойчивые и высокие темпы роста, в стране недостаточно отдельных, даже крупных проектов. России нужна настоящая технологическая революция, обновление технологическое серьёзное. Нам необходимо провести самое масштабное за последние полвека технологическое переоружение наших предприятий. Что мы намерены для этого сделать? Первое. Расширить доступ к дешёвым инвестиционным ресурсам. Это легче сказать, чем сделать, но всё-таки это одна из главных целей. Для этого будем активно внедрять механизм проектного финансирования, прежде всего, в сфере промышленности. Он предполагает предоставление ресурсов на длительный срок, а также гибкие, необременительные для инвестора условия получения кредита. Причём, конечная стоимость таких кредитов не должна превышать уровень инфляции плюс один процент. Правительство и Центральный банк знают об этом, работают над этим. Есть соответствующее поручение. В ближайшие дни должны представить соответствующее предложение. Все правовые акты, необходимые для запуска механизмов проектного финансирования, нужно принять до конца текущего года. Второе. Это создание комфортных условий для открытия новых предприятий. Для тех, кто строится с нуля на новых площадках. Для так называемых гринфилдов будут предоставлены налоговые льготы в пределах общего объёма осуществляемых ими капитальных вложений. Арифметика здесь предельно понятна и проста. Выпадающих доходов в бюджет в данном случае нет, поскольку и предприятия пока ещё не существуют. Но вот когда они встанут на ноги, заработают, тогда и расширится налоговая база, появятся новые рабочие места. Третье. Будет увеличена капитализация системно значимых российских банковских финансовых организаций, в том числе путём конвертации субординированных кредитов в привилегированные акции, что позволит банкам расширить возможности по кредитованию экономики и удешевить кредит. Четвёртое. Будет существенно упрощена процедура отбора инвестиционных проектов и порядок предоставления государственных гарантий. Сокращён срок принятия решения по таким вопросам. Пятое. Уже говорил сегодня об импортозамещении. Уверен, что за счёт модернизации промышленности, строительства новых предприятий, локализации конкурентного производства в России мы сможем, и особо подчеркну, не нарушая норм международной торговли, не вводя каких-либо ограничений и барьеров, существенно сократить импорт по многим позициям, вернуть собственный рынок национальным производителям. Это в том числе производство программного обеспечения, радиоэлектронного оборудования, энергетического оборудования, это текстильная промышленность и это, конечно, рынок продовольствия. Считаю необходимо в короткие сроки проанализировать возможности конкурентного импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве. И уже к осени определить, какие товары для государственных и муниципальных нужд будут закупаться исключительно или преимущественно у российских производителей, а также у компаний государственных таможенного союза. Когда я говорю российских производителей, то я имею, конечно, в виду и предприятия с иностранным участием, либо со стопроцентным иностранным капиталом, но работающих на нашей территории и подчиняющихся российскому законодательству. При этом будет разработан целый пакет мер по поддержке отечественных предприятий, способных производить такую конкурентную продукцию. В том числе будет создан специальный фонд развития отечественной промышленности. Шестое. Будет разработан механизм поддержки предприятий, которые внедряют наилучшие доступные технологии, экологически чистые и безопасные. При этом считаю необходимым обеспечить в России локализацию производства оборудования, соответствующего принципам наилучших доступных технологий. И прошу правительства представить свои предложения в ближайшее время. Седьмое. Мы должны сделать так, чтобы устранить использование устаревшего оборудования и так называемые грязные технологии. Должны сделать так, чтобы это было экономически нецелесообразно и невыгодно. В 2015 году будет проведена переоценка всех производственных фондов. А в 2015-2016 годах специальная оценка рабочих мест предприятий промышленности, транспорта и связи. Это необходимо сделать для того, чтобы выявить производство, где используют архаичное оборудование, что называется, с просроченным сроком годности. Рабочие места с вредными и небезопасными условиями труда – источники экологической опасности и экологического неблагополучия. При этом на такие устаревшие производственные фонды – это непростая мера, не очень приятная, но всё-таки вынужденная – будет повышена налоговая нагрузка. Решение по таким фискальным мерам, призванным стимулировать обновление производства, прошу правительства подготовить уже до конца текущего года. Одновременно ускорим внедрение современных экологических стандартов, которые будут носить характер норм прямого действия и призваны стимулировать предприятия внедрять современные экологичные технологии. Восьмое. Все меры, направленные на технологическое перевооружение экономики, должны быть полностью обеспечены финансированием. Прошу правительства при формировании проекта федерального бюджета на 2015 и на плановый период 2016-2017 годы предусмотреть необходимые ресурсы. Сделать это нужно заранее, сейчас нужно этим заниматься, имея в виду, что работа над бюджетом идёт. Далее. Важнейшим приоритетом для нас остаётся инфраструктура, снятие инфраструктурных ограничений для регионов и целых отраслей. Как вы понимаете, на прошлом форуме мы объявили о принципиальном решении инвестировать часть средств Фонда национального богосостояния в инфраструктурные проекты с привлечением частных инвестиций и ресурсов. Уже этим летом начнутся строительно-монтажные работы на Байкальской магистрали и на Транссибе, возведение первой секции центральной кольцевой дороги, которая пройдёт по территории Московской области и Новой Москвы. Оба проекта прошли публичный технологический и ценовой аудит, в том числе с привлечением ведущих мировых экспертов. Это тоже будут очень большие вложения, большие стройки. Вот у нас сейчас в настоящее время объём вывоза полезных ископаемых, скажем, железнодорожным транспортом с основных месторождений так называемого «Восточного полигона» составляет около 58 миллионов тонн в год. А по оценке экспертов, по итогам реализации проекта расширения возможностей БАМа и Транссиба, после его реконструкции, модернизации железнодорожных магистралей, возможности по вывозу полезных ископаемых практически удвоятся. На реализацию этого проекта будет направлено порядка 16,5 миллиардов долларов. Первая секция, как я сказал, новой кольцевой дороги, центральной кольцевой дороги вокруг Москвы, протяжённость её составит порядка 50 километров. Всего длина ЦКАД должна составлять порядка 340, первый этап будет 50, всего 340, ну и стоимость проекта тоже по десятку, 9 миллиардов долларов США. И в энергетике, и в развитии железнодорожной, автомобильной, телекоммуникационной инфраструктуры мы намерены существенно нарастить масштаб работы. Так поставлена задача в ближайшие годы вдвое увеличить объём строительства и реконструкции федеральных и региональных автомобильных дорог. Ещё раз напомню правительству о необходимости выдержать такие ориентиры, в том числе за счёт активного использования инструментов государственного частного партнёрства, других механизмов привлечения в небюджетных инвестиций в инфраструктуру. Дорогие друзья, наша страна неоднократно доказывала, что способна осуществлять масштабный проект. И такие успехи всегда рождали настоящий национальный подъём, умножали созидательной силой творческий потенциал народа. Сегодня нас объединяет общее стремление построить динамичную, процветающую, благополучную страну, которую уважают в мире и которая открыта для равноправного и конструктивного диалога. Россия, о которой мы мечтаем, создаётся на наших, на ваших глазах. Убеждён, гражданская энергия, сплочённость людей вокруг общих целей поможет нам решить поставленные задачи. Мы обязательно сделаем всё намеченное. Наш народ – это сильный, талантливый народ, способный на уникальные свершения. Мы умеем ценить партнёрство и искреннюю дружбу. И готовы к сотрудничеству, к продолжению совместной работы, уважаемые друзья. Спасибо вам большое за внимание.